МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Притягательный бизнес, подпольное казино для проверенных и богатых процветало. Историческая справка, откуда военные снаряды на месте центрального стадиона. Слухи о дефиците соли в Волгограде поводов для беспокойства нет. Контрнаступление под Сталинградом. Сегодня годовщина начала операции Уран. Сегодня важная историческая дата. 72 года назад начался второй период битвы на Волге. Сталинградская стратегическая наступательная операция. Разработкой планов строжайшей секретности руководили маршалы Жуков и Василевский. 13 ноября план под кодовым названием Уран был утвержден ставкой под председательством Иосифа Сталина. А 19 ноября после 80-минутной подготовки на берегах Волги перешли в контрнаступление войска Юго-Западного и Донского фронтов, защищавшие Сталинград. Сражение закончилось 2 февраля разгромом фашистских войск и навсегда вошло в мировую историю. Сталинградская земля хранит в себе множество напоминаний о войне. Четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной обнаружили накануне в ходе работ по демонтажу центрального стадиона в Волгограде. Снаряды уже обезврежены. Вполне возможно, что это не последняя военная находка на месте центрального стадиона. Во время ожесточенных сражений за высоту 102 Мамаев-Курган это место было территорией боевых действий. 23 сентября 1942 года эта территория была боевым участком 284-й сибирской стрелковой дивизии полковника Николая Филипповича Батюка, которого Василий Иванович Чайков называл «душа обороны Мамаева-Кургана». Войска этой дивизии, переправившись сюда на правый берег Волги, сразу вступили в бой с немцами, им удалось отбросить противника и овладеть восточными и северо-восточными склонами Мамаева-Кургана. Здесь воевали части 95-й дивизии полковника Горишного и один из полков 10-й дивизии войск НКВД. Территория центрального стадиона, нынешнего современного стадиона, интересна еще и тем, что именно на этой территории находился последний в истории битвы командный пункт 62-й армии. Напомним, что работы по сносу стадиона в настоящее время выполнены более чем на 70%. Снесены все наземные конструкции, проводится демонтаж фундамента и подземных коммуникаций. Сегодня стало известно, что группа «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, назначенная правительством-исполнителем по проекту строительства стадиона в Волгограде к Чемпионату мира по футболу 2018, рассчитывает, что государственные контракты будут подписаны на следующей неделе, 25 ноября. Ключевым условием подписания является наличие банковской гарантии на сумму аванса до 50%. Напомним, что финальная стоимость строительства в Волгограде 16,5 миллиардов рублей. Подготовительные работы на месте теперь уже бывшего центрального стадиона должны быть выполнены до конца года. В Волгограде пресекли незаконную деятельность казино, и горное заведение располагалось в одном из кафе на улице Янатаевско-Дзержинского района. Помещение казино находилось под круглосуточной охраной за металлической дверью на втором этаже увеселительного заведения. Входить в него могли только те, кто получал специальный пароль по СМС. Клиентами были только проверенные и платежеспособные. Когда нагрянули оперативники, в помещении находилось около 10 человек, охрана и оператор казино. Изъято 7 игровых аппаратов, 3 стола для игры в покер, рулетка, более 2000 фишек, десятки колод карт. Обнаружена черновая бухгалтерия с информацией о выручке заведения. Организатору нелегального бизнеса грозит до трех лет лишения свободы. Недостаток пищевой соли в России зафиксировало на днях Министерство сельского хозяйства. Тему подхватили некоторые центральные СМИ, чем привели в замешательство и волгоградских потребителей. Помимо пищевой необходимости, в нашем регионе в условиях непременной зимней гололедицы без смеси соли с песком, которые посыпают дороги, пришлось бы непросто. Мы с вами находимся на песко-базе муниципального предприятия ДСР Советского района, на которой осуществляется процесс изготовления песко-соляной смеси. То есть происходит перемешивание песка и соли в определенных пропорциях 15 ноября. То есть все запасы песко-соляной смеси заготовлены. Откуда взялись слухи о дефиците соли, неизвестно. Ничего подобного в волгоградских магазинах не наблюдается. Я считаю, что гражданам переживать абсолютно причин никаких нет. Рост цены на соль, она имеется, но она абсолютно незначительна. Минимальная цена, по которой возможно сейчас приобрести соль в сетевых компаниях, это 5 рублей 60 копеек за килограмм соли. По данным, которые предоставляют нам сетевые компании, запас соли минимально до февраля месяца. И никаких предпосылок к тому, что соли абсолютно не станет, или ее будут отпускать какими-то ограниченными партиями, или еще каких-то, таких предпосылок нет. Производство пищевой соли в России в 2014 году может вырасти до 1 миллиона тонн. Кроме того, доктрина производственной безопасности предусматривает, что к 2020-му страна должна обеспечивать себя солью на 85%. На этом все. До свидания.